Во-первых, если что-то такое создается, его нельзя скрыть, чтобы создавать какое-то великое тем более. Что-то, естественно, состоит из многих других разных таких малых, больших, средних. Раз такого нету, как может быть такой скрытый тем более замысл? Нету такого, и это никто серьезно не воспринимает в наших странах. Цели такой нету и не может быть. Тем более, для наших стран очень важно, особенно для тех стран, которые получили независимость относительно недавно, важна независимость. Важен суверенитет прежде всего. То есть эти страны получили после многих веков независимость и суверенитет. И сегодня тоже, как говорится, создавать другие объединения, которые противоречат суверенитету и независимости, это просто нелогично. Что касается термина пан-тюркизма, ну, конечно, пан-тюркизм – это термин. Термин, как правило, кем-то как бы придуман, он может быть правильно отражать суть явления, может и неправильно отражать суть явления. Поэтому, если пан-тюркизм – это называть его таким, что-то неким таким общетюрским делом или общеарабским, так скажем, общекитайским или славянским и так далее, то есть, ну, так или иначе, они всегда существовали везде, потому что они хотят всегда, вот, франкофонский мир есть, англосакс, то есть, но чтобы это было направлено против кого-то, это, конечно, здесь трудно утверждать, вот такое. Поэтому, если пан-тюркизм – это такое плохое, я не вижу здесь ничего такого плохого, а если пан-тюркизм – это такое же нейтральное, нормальное, то, я не знаю, может быть, если это называется то, что стремление друг к другу, развитие отношений, вот. Тут здесь все в вопрос в терминах, и что вы вкладываете в этот термин. Тюркские народы, они всегда тесно жили, сотрудничали, взаимодействовали с многими другими народами, в первую очередь славянскими, это, естественно, потому что общая география. Есть география, значит, есть большие общие, как говорится, история большая, общая культура, взаимодополняемость, взаимное обогащение, культура, традиции. Такое есть с славянскими народами. Тем более, многие тюркские народы, особенно тюркские народы бывшего Советского Союза, они жили в одном государстве со славянскими народами, русскими, украинцами, белорусами и так далее. То есть десятилетия, иногда столетия сожительства одних тюркских народов с славянскими, естественно, не могло не оставить след. И это хороший след, между прочим. То есть это был выработан такой огромный потенциал сотрудничества. Общие, многие общие моменты и элементы в культуре, в традициях. Это хорошо. То есть мы понимаем друг друга, наверное, больше, чем кто-либо в мире. То есть тюрки и славяне, наверное, понимают друг друга больше, чем кто-либо в мире. Благодаря тому, что большой отрезок в истории мы прожили вместе. Тем более мы соседи. Я думаю, что такая дружба, прямо скажу, и такая культурная общность, я думаю, сохранится на долгие годы и столетия. Выгодно развивать сотрудничество в постсоветском пространстве. Есть хорошие, мощные институты такого сотрудничества, как Евразес и так далее. Это не противоречит развитию отношений наших стран с другими регионами. С Китаем, например. С Китаем огромный товароборот, огромные взаимные инвестиции. Не мешает развивать отношения с Западной Европой. Самые большие инвестиции, самые большие товаробороты в Западной Европе, например, у Казахстана и Узбекистана, например. Азербайджан. А почему это должно мешать тюркскими странам? Если это не мешает кооперация, если Китаем, Западной Европой не мешает развитию кооперации в евразийском пространстве, почему тюркские сотрудничества должны мешать этому? Абсолютно нет. Наоборот, это дополняет, я думаю. Потому что чем больше ты имеешь выбора сотрудничества, опций, возможностей, тем больше у тебя потенциала. Поэтому мне одна страна в мире не отказывается добровольно от тех выгод, которые дает кооперация в других направлениях и измерениях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok